итак ребят всем привет вы не удивляйтесь у вас с экранами с мониторами все в порядке просто сейчас ребята угадайте какое время сколько времени ребят время третий час илюха если ты нас сейчас видишь от тебя мы уже сделали 4 часа ходки от тебя ехали 4 часа пригласил у нас илья на одну деревню ехали долго натряслись и надышались пылью от души планы были грандиозные и вот наконец-то приехали приехали походив пару часов и накопав кучу пробок и проволоки я подумал ловить тут нечего и предложил пацанам не разбивать лагерь а ехать на нашу уже исследованную деревню пацаны в один голос а поехали хоть до нее было более 200 километров время на часах уже показывала 10 часов вечера и мы двинулись в долгую дорогу а вы бы как поступили на нашем месте остались или поехали кто-то скажет что мы больны но время 3 час ночи мы только приехали на коп ребят представляете только что приехали я вчера валялся в кровати не мог с постели встать не ходить не лежать серёга вчера тоже больной был но это ладно видеосюжет я начал не из-за этого хотел с первой находкой начать но серёжа красавчик сдавая назад наехал на терку на терку она вся развалилась но удивило то что возможно ее спасла лопата которая лежала рядом ребят терка неубиваемая недаром я называю кочерга бля она железная едет я ни хрена ничего не будет вон вон и вон ярик сидит он шоке мой прибор поломали да ему не нужен он приехал сюда поспать на природе сейчас спать будет ладно подклеим а мы сейчас пойдем копать ребята сейчас мясо пожарим заодно кстати сейчас ехали смотрите чувствуете видите пар изо 5 градусов ребята 5 курточку пришлось одеться потому что замерзнем в общем не жарко будет классно с первой находкой обязательно или какой-нибудь интересный фрагмент будет начну основное видео сюжета ну а сейчас просто приветствие ребята приветствия я вчера лежал не вставал буквально сутки проспался и вот с пацанами связался серёга вообще вчера и март я делал да с утра представляете больные люди больные один на голову другой на задницу и вот собрались поехали ну ладно ребят надеюсь вы вы такие же больные люди как и мы за свое хобби все что угодно отдадим так что ладно поехали и так ребята вот под такой красивый рассвет там вот речка и такая туманка легкая и вы знаете один из лучших сегодняшних сигналов выпала очень интересная монета очень интересно это нас деньга деньга александра е.м. год к сожалению я не рассмотрел может через камеру вижу а наша монета оказалась очень дорогой монетой деньга 1815 года на интернет-площадках стоимость такой монеты достигает в среднем 91 тысячи рублей наша же монета копаная и сохран монеты не особо интересен но цена как вы видите 13 тысяч рублей было бы в идеале достигала бы полмиллиона рублей вот такая вот находка меня порадовала первым сигналом на этом шурфе сейчас все это узнаем охренеть так ребята вот он у нас сергей серёга вы знаете он у нас самый сегодня удачливый тем что он у нас первый отыскал вот такую такую находку потому что по прибору проехал за по прибору проехался и прибор ему на нашел сегодня вот такую торля . довольно хорошую по золото сохранилась имеется ушко и это довольно приятно очень приятно находочка мы и конечно замочим и утром посмотрим как она выглядит на самом деле зачет зачет класс вот так вот работает терка по которой проехался автомобиль работает в принципе вполне нормально ладно копаем и так ребята долго коротко но буквально сразу же как я вам показал видео сюжетик с пуговкой у рустика 3 копейки 55 год сохран бодрый вообще зачетный для шурфа это хороший сохран очень сахара хороший ну все находки поперли у всех есть зачетно продолжаем при свете фонарей копать ему в эфире вы чем-то раз на вряд ли ну ладно будем ждать и так ребят только что трешка рустика и все же надо было подождать чуть-чуть чуть-чуть и он бы в прямом эфире вам выкопал вот такой вот 10 копеек год к сожалению разглядеть невозможно окислы 54 разглядел 54 до 54 год ну неплохо неплохо рустик пока чемпион по находку зачет ну что ребят совсем светло становится уже уже можно налобные фонари выключать было несколько сигналов у серёги рустико рустама уже вот такое количество монеток раз монетка двушка трешечка затем еще одна десятка две десятки копейка и трешка в принципе пуля вот такая вот ну и конина еврейская я их так называю еврейской конина потому что здесь звезды давида так ну здесь он запутки какой-то еще стремена да какие-то тут железо 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 может быть здесь может что-то и найдется как с прошлого копа часть была от ножного какого-то да кто-то говорит это кинжал кто-то чего-то но не знаю нятного ответа пока не получал если интересно посмотрите предыдущую часть пар изо рта хреначат офигеть холодно ну ладно уже светло ну что ребята вокруг шурфа хожу и выскочил такой сигнал большая в хорошем с охранчики солдатская пряжка со всеми крепежами ну правда немножко с дефектом но сохран хороший такая хорошая ранние советы зачет класс ну что ребят у меня очередная находка тоже верховая тоже вокруг фундамента и это у нас вот такой неплохого внешнего вида пятачок и так тридцать восьмой год ну я считаю что сохранчик недурный недурный надеюсь почистится будет хороший тридцать восьмой год еще раз повторю неплохо заберем и так ребят иду я за камерой вернее сходил вам сейчас покажу верховая двушечка царская тысяча восемьсот семидесятый к сожалению е.м. было бы спб было бы куда кучерявий восемь раз дороже была бы монета ой 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 чуть ее обратно земляному деду не отправил вот так вот зачет вот здесь наверное сейчас двушка советская здесь вот пятак там он пряжка наверное вот здесь вот в этом эпицентре надо зашурпиться спина стала побаливать и так ребят ну что мы сюда с рустиком ехали дорога была сырая и ростом говорит это наверно к серебру конечно вы сейчас ничего не видите какой-то зеленый кругляшок но я вам хочу сказать это 10 копеек серебряный причем 10 копеек рс фс ровский вот такой вот зачетный серебрущик а что там еще что-то это покажи что там потом прямом эфире прямом эфире ты зрители очень любит смотреть давайте вот так вот пока копаю крестик а да у русских там крестик был еще интересненький когда он застонал я думал что да это эдакая но вот такой крестик в принципе не частый крестик оловянный у меня таких два шляпа учетом да ну так вот вот такой крестик не частый зачетный вот пока у русика вот такой по находкам и так ребята серега ковырялся там прибежал сюда я вам показывал здесь вот я поднял чё же здесь поднял-то блин короче говорю серы надо шурфить здесь и вы знаете что он нашурфил это пока сегодняшняя сами на самая суперская монета это пятак и он дорогой этот 1876 год здесь вообще хороший сохранчик емский пятачок 1700 1876 год вообще огонь красавчик серега он сейчас пока всех уделал такой монеты вообще красавчик вот так вот слушайте меня ребята комрады почаще да и так ребята у сереги находка но я хочу сначала показать находку рустика ох какой сохранчик хорошая копеечка двадцать четвертый год неплохой такой экземплярчик да неплохой ну а сейчас находка сережи 24 25 я бы заменял с тобой ой какой с другой стороны ребята говно полное но серебро у нас не отмокнет она она смотри затертый вся серебрушка эти фотки пришлю серебрушка часто серебрушка царская ребята это 2 сегодня серебро это радует серега там ковыряется где ему сказал сердце скажешь да нет и никто искал там вот так был и вот серебруха вот именно в том месте ну ладно что не бросил самое главное продолжает копает и находки есть так что давай ты только что говорил да блячет все кончился туда пятаки кончили за серебро поперла лады ряд такой туман был сейчас уже рассеялся уже уже в принципе солнышко поднялось наш молодой камрад спит до сих до сих пор блин наш ботаник сколько спать будет не знаю молодежь спит обычно до обеда так что может быть через пару часов мы его увидим ладно классно шурф продолжает давать радовать смотрите там ростик что-то не жбонь какая-то там дарусь ладно продолжаем и так ребят проходя мимо я зацепился вот на этот за этот вот фундамент он шурфленый но вон там вон я поднял вот такую трешечку три копейки 1880 год пацаны тоже яркий серега тоже копали тоже в округе подошли сюда это же верховые пытались здесь выценить но я взял щуп и протыкал там щуп не лес там не копано и вот здесь щупа уходит на метр на метр но судя по тому что здесь засыпка когда режешь не обваливается я продолжил и вы знаете здесь я поднял еще три монеты две трешки и двушка 1903 года серега только что тоже поднял двушку год какой сереж так что ребята смотрите у него ямка монету поднял и у меня ямка я поднял три монеты так что на этом фунде мы останемся а сам фундамент как вы видите копанный наверное пару лет назад судя по тому как здесь вот трава встала ну я не знаю здесь сережку здесь вот бревна валялись значит их выкопали и там бревна валялись но просто у них не было технология как правильно шурфить они просто тупо копали и бросали мы же при помощи щупа определили не копанные места и на какую глубину уходит и мы продолжаем здесь я не закончил я буду углубляться еще на несколько штыков лопат именно в этом месте так что если какие вопросы есть как пользоваться щупом под комментарий и пишите я может быть запилю видео сюжет как работать при помощи щупа как искать фундаменты перспективные это все будет зависеть от лайков конечно же и от комментариев чтобы вы просили да и я все это вам продемонстрирую я всегда на шурфах ребят без находок домой никогда не уезжаю так что вот так вот ребята у меня уже находок именно вот с этого фундамента ребят те находки я оставил замачиваться на том на старом фундаменте вон там на рустик сидит грустит может быть к нам как-нибудь придет ладно пока как-то так идем дальше и так ребята там серёга какую-то цинусную монету поднял смотри какой орлина ух да у нас в тайкой таких районах не сейчас такое находишь ух смотрите 1 фенинг пенинг че-то до 1913 год интересно монета я таких не находил так вот ребят кто-то здесь шурфил узнает кто самарчан этот шурф мы продолжаем и уже сколько наверно штук шесть выдернули красавчик ладно идем дальше итак ребят я периодически ухожу с фундамента спина дуром болит и в разминочку сейчас он ходил до того фундамента между ними монета монета четок ну-ка давай показывай акашечка вот ох 20 копеек 45 год красивый год вот это самое крутое о да значит дом был до 61 года как минимум ну вот 2 20 очки но я к чему ребят вон видите мой приборчик вон он лежит где он тут вот я там остановился там тактовой засыпки нету ни хрена но монеты там смотрите сколько чего я там сейчас кармашка достану так секунду ребята секунду вот такое количество монеток и сопутки я там поднял 2 пятака копеечка 24 в общем принципе вот такая горсть с метра метр на метр и прямо на бочке там были вот так вот сейчас возьму щуп попробую прощупать там если интересно что то будет наверное пойдем туда шурфить ну пока как то вот так вот ребята вот так ну что ребят хожу верха собираем пацаны там еще шурфят а я верха нашел вот такую вот дужку 2 копейки низкопрофильная и достаточно бодрого сохраняя ее потёр есть утраты но факт в том что для двушки низкопрофильный это хорош сохран зачетная монета классная грубо говоря одна не из многих сегодня которая такая вот интересная приятно приятно забираем возле дымовой ямы и так ребят у меня очередное пополнение сейчас я свои находки выложу и пойти надо снять находки пацанов серёги и ярика потому что они сейчас уезжает и показать да сейчас сейчас и обзор сделают то что они нашли так что у меня пока вот так вот идем дальше обзор находок серёги сделаем что ребят серёга с яриком собираются слабаки они оказались всего на всего на двоих накопали 9 монет и на этом и все самое цинусное что у них оказалось что такое с ломбочками самая цинусная вот такая вот бутылочка с орлом причем старая жалко что горлышко отковано но я думаю сергей это поправить дело следом пятак 1876 год хороший в принципе сохранщик и цена на него тоже хорошая дальше что хочу отметить это серебрюшечка царская судя по размеру это пятнашка и иностранная монета 1 пфенинг 1913 год вот остальные монетки это двушка николая к сожалению он ее так засадил блин так засадил жесть короче лысая затертая а2 еще одна двушечка но сохран не знай или три советика ну и по шмурдяку всякой хрени тут накопал по чуть-чуть вот такая пуговка орлянка сохран хороший ну и все ребят они заканчивают рано ну и на ходах естественно маловато мы с рустиком еще остаемся да рус мы чемпионы а вы слабаки два слабака особенно в очках слабак всю ночь спал храпел блин как слон отгонял от нас здесь всех кабанов всех 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 потом рустик потом рустик блин утром отгонял всех кабанов короче поменялись роли вообще жесть ладно сейчас небольшой обед завтрак и посмотрим на дальше итак ребят иду я по тропинке и тропинка дает монетки я вам мелочи не показываю копеечки двушечки но они встречаются и вот решил вам заснять двадцатку двадцать копеек сорокового года в принципе неплохой такой экземпляр в хорошем сохране зачет зачет верховых здесь предостаточно сегодня все верховые у меня основная масса монет на шурфе было чуть-чуть класс деревня еще дает верховые итак ребят копаю на горе мы остались с рустиком вдвоем умираем от жажды рустик горячее пиво пьет я горячую воду пью в общем кипяток но осталось все по чуть-чуть и вы знаете наверху собираю монетки верховые и слышу журчит что-то не могу понять что оказывается здесь смотрите здесь настоящий родник настоящий родник и вы знаете мы сейчас все это дело попробуем офигеть а я и не знал что здесь есть родничок теперь все блага жизни нас на руках сейчас обязательно умоюсь а свяжусь наберу водичку холодную класс итак ребят эта тропинка которую я вам показывал очень хорошо дала монеты ну и помимо монеты вот такая сопуточка вылезла монеток смотрите прям классно двушка 38 двушку я вам показывал остальные монеты я вам как бы не афишировал копейка 52 двушка 46 трешка 40 двадцатку показывал вот вот такая еще монета затесалась это 10 копеек ходячка офигеть вообще в общем как то так некоторые монетки прям эксклюзивные 49 года копеечка сохранщик прям радует вот на такую тропинку я набрел а говорят что деревня выбита а я прям небольшого пятачка надергал все эти монеты ну как то вот так итак ребят что-то погода ухудшается ветер вроде в спину идет тучи должны от нас уходить но тучи идут на нас хреново ну я к чему у меня сопутка вот такая вот выскочила от чего такая хреновина не знаю прям знаете запчасть от чего-то прям она такая в сборе это у нас латунь вот такая вот еще сопуточка здесь я бы вам это не показывал но из одной ямки вот это все и монетка монетка 28 ёшкин кот блин пораньше бы год двадцать седьмой бы я был бы наверное один из самых довольных и счастливых копателей кладоискателей но это лишь двадцать восьмой сегодня были двадцать шестой двадцать восьмой а вот двадцать седьмого как то никак ладно у нас рустик такой настойчивый ёшкин кот он все тот шурф бомбит охренеть вот вот человек настырный он говорит не уйду с этого шурфа пока царя не найду надеюсь он его нашел ладно мы пока верха верха сшибаем и результаты неплохие зачетно идем продолжаем ребят находка выпала сама вот из этой ямки выскочила вот так и я сразу расстроился потому что на ней у нас имеется зубцы это у нас пятак пять копеек 1870 года очень жалко зубцы с обоих сторон я впервые вижу монету с зубцами с обоих сторон это явно не игровая специалисты среди вас есть пишите гурт такой знаете красивый становится ой 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 какой пятачок был хороший дорогой очень дорогой сейчас он стоит 0 рублей хотя нет вес хороший вес металла стоит ладно идем дальше итак ребята пришло время с вами попрощаться время шестой час это означает что мы на копе находимся 24 часа да да коп состоялся 24 часа мы на ногах никто не спал это прям удивительно обычно все по ночам спят а это просто мы приехали поздно ребят поздно приехали по находкам сегодня было классно ветерок поднимается это вообще зачетно Серега пораньше уехал находки я вам показал его ну а сейчас находки наши с рустиком мы до последнего прям стойка шурф рустик добил я по верхам хорошо походил верха очень хорошо ребята далее находок ну просто зашквар деревня ребята говорят битая но я бы сказал что она даже и не тронута судя по находкам ну давайте теперь перейдем к обзору того чего что мы накопали ну а по находкам ребята у нас напоследок остались мы вдвоем с рустиком начну с находок рустика с цинусных это пять копеек тридцать девятый год копеечка двадцать четвертый царская копеечка тысяча восемьсот девяносто девятый и самое что ни на есть ребят серебро серебро сфсеровская год не разглядели десять копеек и только что когда я раскладывал монеты даже рустик не знал что у него есть царские пять копеек серебряные тысяча девятьсотый год вот так вот рустик откопал с двумя серебрушками что касается меня у меня нет серебра вообще нет серебра но по монетам сегодня чудно у меня получилось особенно по верхам вообще по верхам ребят вот эти монеты все были с верхов это деревня говорят битая по находкам видно что совсем можно сказать даже не тронута так получилось у меня четыре пятака где-то тридцатые года один только могу разглядеть 1938 год у рустика 39 у меня 38 остальные старый герб старый герб и этот тоже старый герб может быть какие-то и дорогие по царям по медным монетам жалко печальный пятак 1890 70 год более-менее две копейки низкопрофильные более-менее ну а остальные монетки николаевского образца тоже ничего особенного нет по годам не знаю копеечка 24 надеюсь почистится будет шикарный сохранчик потому что сколов нету но язычки могут появиться под этой зеленкой и самая ценностная я таких монет не подымал пацаны тоже первый раз в руках такие вот такую монету держали год к сожалению по моему 19 это у нас деньга буду чистить механическим способом посмотрим что из нее выйдет если что-то интересненькое хорошенькое когда-нибудь вам покажу результат по шмурдяку вот такие вещи я тоже люблю у меня они не часто попадаются но на шурфах встречаются вот для наших бутылочек конинка-конинка всякие колесики от керосинки патроны я беру донышки для панно а дальше была вот такая пряжечка советская кто что знает напишите имеется клеймо и ш д что означает пишем так ложечка очень странная такая знаете не круглая какая-то квадратная гусицкая интересно крестик попался в хорошем внешнем виде оловянный не часто и что тут еще вот такая же же по ходу с погон но что за рот войск или что же пишем тоже в комментариях будем знать ну и конинки наковыряли что он что я что Серега который уехал так бутылочка с какой-то даже жидкостью смотрите она там ходит с пробочкой и это коронавирус и еще вот такая бутылочка очень красивая с гранями возможно духи но мы не знаем пишем тоже в комментарии как то вот так вот было сегодня так что Рус прощайся пока пока будем прощаться с данной местности ветерок прохлада сегодня было вообще шикарно так что ладно на этой ноте заканчивай свой коп я не знаю спасибо за просмотр я не знаю в этом я не знаю что я не знаю что это вы не что вы